Не замечал ли ты, что и из телесных очей, если они постоянно бывают в дыму, всегда текут слезы, а на свежем воздухе, на лугу, при источниках и в садах они становятся и здоровее, и острее? То же бывает и с оком душевным. Если оно питается на лугу духовных учений, то бывает чистым, ясным и проницательным, а если погружается в дым житейских попечений, то непрестанно будет точить и проливать слезы и в этой, и в будущей жизни. Подлинно, дыму подобны дела человеческие. Потому-то некто и сказал «Исчезоша яко дым днии мои» Псалом 101. Но пророк хотел этими словами выразить только мысль о краткости и непостоянстве жизни человеческой, а я сказал бы, что их должно разуметь не в этом только смысле, но и как указание на мятежность жизни. Действительно, ничто так не угнетает и не возмущает душевного ока, как толпа житейских забот и рой пожеланий. Это дрова упомянутого дыма. Подобно тому, как обыкновенный огонь, охватывая вещество влажное и промокшее, разводит густой дым, так точно и сильная, пламенная страсть, завладевая вялой и слабую душою, производит большой дым. Вот почему и необходима роса духа и легкое его веяние, чтобы угасить этот огонь, развеять этот дым и окрылить наш разум. Невозможно, невозможно никак обремененному таким злом воспарить к небу, нет. Нам надо быть хорошо припоясанными, чтобы совершить этот путь, а вернее сказать, и при этом невозможно, если не возьмем крыльев духа. Итак, если нам нужен и легкий ум, и благодать духа, чтобы взойти на эту высоту, а у нас ничего этого нет, если напротив мы влачим с собою только противное и сатанинскую тяжесть, то как мы можем воспарить, когда такая тяжесть влечет нас долу? Если бы кому-нибудь вздумалось на верных весах взвесить наши слова, то в тысячи талантов житейских разговоров он едва ли найдет и сто динариев духовных слов, а вернее сказать, не найдет и десяти оволов. Не стыдно ли? Не смешно ли до последней степени, что мы, имея слугу, употребляем его обычно на дела нужные, овладея языком, с собственным нашим членом не обходимся даже так, как с слугою, а употребляем его напротив на дела бесполезные и напрасные? Да если бы только на напрасные, а мы делаем из него противное и вредное употребление, от которого нам нет никакой пользы, если бы для нас было полезно то, что мы говорим, то наши речи были бы, конечно, угодны и Богу. А между тем мы только и говорим, что внушит дьявол, то насмехаемся, то острословим, то проклинаем и обижаем, то клянемся, лжом и приступаем к клятвы, то с досады не хотим вымолвить и слово, то пустословим и болтаем хуже старух, говоря о том, что до нас вовсе не касается. Кто из вас здесь присутствующих, скажите мне, если спросит, может прочитать хотя один псалом или какое-нибудь другое место из священного писания, ни один, и не это только удивительно, а и то, что вы, будучи так ленивы на дела духовные, на дела сатанинские, оказываетесь быстрее огня. Если кто вздумает спросить вас о песнях дьявольских, о напевах распутных и сладострастных, то найдет, что многие знают их прекрасно и пропоют с полным удовольствием. И чем оправдываются, если станешь в том обвинять? Я, говорит, не монах, а имею жену и детей, хлопочу о доме. От этого-то именно и происходит весь вред, что вы думаете, будто чтение божественного писания подобает одним только монахам, тогда как сами вы нуждаетесь в нем гораздо более их. Кто живет в мире и каждый день получает новые раны, для того особенно и нужно врачевство. Поэтому считать излишним чтение писания гораздо хуже, чем не читать его. Такая мысль — сатанинское внушение. Не слышите ли, как говорит Павел, что все это написано в научении наше? Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 11. А ты, который не осмеливаешься взяться за Евангелие неумытыми руками, уже ли не думаешь, что заключающееся в нем чрезвычайно важно? Вот почему все и идет на выворот. Если тебе хочется узнать, как велика польза от писания, понаблюдай за собой. Что с тобою бывает, когда ты слушаешь псалмы, и что, когда слушаешь сатанинскую песню? В каком расположении ты проводишь время в церкви, и в каком сидишь в театре? Тогда ты увидишь разницу между тем и другим состоянием души, хотя душа одна и та же. Вот почему Павел и сказал, «Тлят обычаи благи, беседы злы». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Вот почему нам и нужны постоянно духовные песнопения. В этом-то и состоит наше превосходство над бессловесными животными, хотя в других отношениях мы им значительно и уступаем. Это пища души, это ее украшение, это ее ограждение, наоборот, не слушать писания для души голод и пагуба. Дам им, говорит Господь, не глад хлеба, не жажду воды, но глад слышания слова Господня. Книга пророка Амоса, глава 8, стих 11. Может ли быть, что бедственнее, когда ты сам на собственную свою голову навлекаешь то зло, каковым Бог угрожает как наказанием, томишь душу ужасным голодом и делаешь ее слабейшую всего на свете? Обыкновенно слово и портит душу, и исцеляет ее. Слово и возбуждает в ней гнев, и оно же опять укращает ее. Сраное слово разжигает похоть. Слово пристойное располагает к целомудрию. Если же слово вообще имеет такую силу, то как же ты, скажи мне, пренебрегаешь писание? Если простое увещание так сильно действует, то гораздо более увещание, сопровождаемое действием духа. Слово, произнесенное от божественного писания, сильнее огня, умягчает ожесточенную душу и делает ее способную на все прекрасное. Таким средством и Павел, когда узнал о Коринфинах, что они стали гордыми и надменными, смирил их и сделал их более скромными. Они превозносились тем, что должны были считать стыдом и позором. Но слушай, какая в них произошла перемена, когда они получили послание. О ней засвидетельствовал сам учитель, когда говорил им, «Сие бы самое, ежепобози оскорбитеся вам, калика садела в вас тщание, но ответ, но негодование, но страх, но вожделение, но ревность, но отмщение». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 11. Этим средством мы можем управлять и слугами, и детьми, и женами, и друзьями, можем и врагов делать друзьями. Этим путем и великие мужи, други Божии, достигали совершенства. Так Давид, по совершении греха, как скоро внял Слову, тотчас явил в себе прекраснейший образец покаяния. Вторая книга царств, глава 12, стих 13. «И апостолы при помощи Слова стали тем, чем были впоследствии, и посредством Слова обратили всю Вселенную. Но что скажешь за пользу, когда иной слушает, а не исполняет того, о чем говорят ему? Немалая польза будет и от одного слушания. По крайней мере, человек узнает себя, поскорбит, а когда-нибудь дойдет и до того, что будет исполнять слышанное. А кто не знает даже, что грешит, перестанет ли когда грешить? Может ли прийти в познание самого себя? Итак, не будем пренебрегать слушанием Священного Писания. Это умысел дьявола не дозволить нам видеть сокровища, чтобы мы не обогатились. Он боится, чтобы слушание у нас не перешло в дело, потому и внушает нам, что одно слушание не имеет никакого значения. Итак, зная этот лукавый его умысел, оградимся со всех сторон, чтобы, защитившись оружием Слова Божия, не только самим не попасться в плен, но и ему сокрушить голову и, увенчавшись таким образом победными знаками, достигнуть будущих благ. По благодати и человеколюбию Господа нашего и Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Далее стихи 6-11. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав двенадцать, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно, говорю вам, отрадней будет Содому и Гаморя в день суда, нежели тому городу. Господь учил не в одних городах, но и в весях, дабы мы знали, что и нам не должно не пренебрегать малыми городами, но постоянно посещать большие города, но что должно сеять слово и в незначительных местечках. Далее не только Сам учил, но и посылает учеников Своих, притом подво, дабы они были смелее, иначе если бы он посылал их по одному, то один не так бы смело мог действовать, а если бы посылал более чем по два, то числа апостолов не достало бы для всех селений. И так посылает по два, двоим лучше, нежели одному, говорит Экклесиаст. Заповедует им ничего не брать, ни сумы, ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности, и чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют. В самом деле, кто не умилится и не подвигнется к нестяжательности, видя, что апостол не берет ни сумы, ни хлеба, который всего нужнее для нас? Велит им пребывать в одном доме, дабы не подумали о них, что они переменяют места ради чревоугодия, бродя от одних к другим. У тех, кои не примут их, они должны были, по словам Господа, отрясти пыль с ног своих, в знак того, что они совершили далекий путь ради их, и однако без пользы для них, или в знак того, что они ничего не взяли у них, самые даже пыли, что напротив, и ее отрясли, дабы это обратилось во свидетельство им, то есть в обличение. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тем, которые не примут вас, ибо Содом ли они быв наказаны здесь, там будут наказаны легче, притом апостолы не были посылаемы к ним. Напротив, не принявшие апостолов будут терпеть муки тягчайшие тех. Стихи 12-13 Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. О том, что апостолы помазывали маслом говорит один Марк еще Иаков брат Божий в своем соборном послании «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним помазав его елеем». Соборное послание святого апостола Иакова глава 5 стих 14 Масло полезно бывает и против болезни. Оно идет для освящения, употребляется при радостном состоянии Духа и означает милость Божию и благодать Духа, которой мы избавляемся от болезней и от которой получаем и свет, и радость, и веселье духовное. Где ныне Платон? Где Пифагор? Где толпа стоиков? Первый, при всем том, что пользовался великим уважением, до такой степени был унижен, что был даже продан, и ни у одного государя не мог привести в исполнение ни одного из своих желаний. Другой, предав своих учеников, жалким образом кончил жизнь, и цинические пошлости исчезли как сон и тень. И это несмотря на то, что с ними никогда ничего такого не случалось, что было с апостолами. Напротив, они прославляемы были за мирское любомудрие, и афиняне, например, всенародно читали письма Платоновы, присланные от Диона. Они все время проводили в покое и владели немалыми достатками. Так Аристип за дорогую цену нанимал блудниц, а один из философов написал завещание и оставил после себя немалое наследство. Другой ходил по ученикам своим как по мосту, а о Диогене Синопском говорят, что он всенародно делал бесчиние на торжище. Вот славные дела их. Но у апостолов нет ничего такого, а напротив постоянное целомудрие, полнейшая пристойность, притом брань с целую вселенную за истину и благочестие, ежедневное подвергание смерти и затем блистательные победы. Скажут, есть и у них искусные военачальники, как то фемистокл, перикл, но деяния их в сравнении с действиями рыбарей детские забавы. Что бы ты сказал мне о фемистокле, то ли, что он убедил афинян взойти на корабли, когда ксеркс напал на Грецию? Но здесь не ксеркс делает нападение, а дьявол со всею вселенную и с бесчисленным множеством бесов устремляется на двенадцать человек. И эти двенадцать побеждают и одолевают его, не раз какой-нибудь, а в течение всей своей жизни. И что удивительно, побеждают, не истребляя противников своих, но переменяя и исправляя их. Это то особенно и достойно всякого внимания, что они не убивали и не истребляли тех, которые злоумышляли против них, но нашедшие их подобными дьяволам, сделали равными ангелам и таким образом освободили человеческое естество от лютого владычества, а злобных тех и все возмущающих бесов изгнали сторжищ из домов и даже из самой пустыни. Доказательство этому лики монахов, которых они всюду насадили, очистив через них не только места обитаемые, но и необитаемые. И что всего удивительнее, совершили все это не отражая силу силою, но достигли всего через злострадание. В самом деле этих двенадцать беззащитных простолюдинов заключили вузы, подвергали бичеванию, водили с места на место и, однако, не могли заградить им уст. Как невозможно связать лучей солнечных, так невозможно было связать и языка их. А причина этому та, что не они сами говорили, но сила духа. Этую-то силою и Павел победил Агриппу и Нерона, превосходившего своим нечестием всех людей. «Господь мне предста, говорит Он, и укрепи мя и избавил от уст львовых». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 17. «А впрочем, подивись и им самим, как они, услышавши слова «не пицитеся», поверили, послушались, и никакие ужасы не могли их поколебать. Но скажешь, Господь дал им достаточное утешение, сказав «Дух Отца вашего будет глаголей». Но потому-то особенно я и удивляюсь им, что они не поколебались и не стали просить освобождения от опасностей, несмотря на то, что им предстояло претерпевать их не два, не три года, но целую жизнь, как то давал им разуметь Господь словами претерпевый же до конца, то и спасен будет. Он хочет, чтобы не только являлась его сила, но чтобы и с их стороны были подвиги. В самом деле, с самого начала заметь, как одно совершается им, а другое учениками. Творить чудеса его дело, не стяжать ничего, дело учеников. Опять, отворить все домы – это дело высшей благодати, а не требовать ничего, кроме необходимого, это дело их любомудрие. Достоин делатель мзды своя я. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. Даровать мир – это дар Божий, находить достойных, и не ко всем без разбору входить – это дело их воздержания. И опять, наказывать неприемлющих их – это дело Божие, а удаляться от таковых беспрепирательств, без укорения и досаждения – это дело апостольской кротости. Давать духа и освобождать от попечения, как или что говорить – это дело посылающего их, а быть подобными овцам и голубям, и все переносить великодушно – это дело их твердости и благоразумия. Быть ненавидимыми и не унывать, а терпеть – это их дело, а спасать претерпевающих – это дело посылающего их. Поэтому он и сказал «Претерпевый до конца, той спасен будет».